Февраль 1944. К зданию концлагеря на улице Широкой в Минске подъехала машина. Газваген. Мобильная душегубка. В фургон смерти зашли несколько десятков человек. Среди них профессор медицины Евгений Клумов и его супруга Галина Николаевна. Машина отправилась в другой концлагерь – Малый Тростенец. Но обо всем по порядку. Евгений Клумов родился 16 декабря 1878 года в Москве в семье адвоката. Отец, будучи известным юристом, дал своим семерым детям хорошее образование. В 1895 году Евгений окончил классическую гимназию и поступил в Московский университет на медицинский факультет. Начиная с 1860-х годов в университетах в Российской империи начинаются различные студенческие движения. И наиболее они активизировались к концу 19 века. Началось с Петербургского университета и не в стороне остался Московский университет, где на медицинском факультете учился Евгений Владимирович Клумов. И, как он отмечал в своей автобиографии, он был отчислен из университета за участие в студенческих беспорядках. Студенты боролись за реформу образования, за изменение университетских уставов, за разрешение проведения студенческих кружков, так как они были под запретом. Университет Евгений Клумов все же закончил в 1902 году. Стал гинекологом, был ординатором хирургической клиники. Но началась русско-японская война. Клумова призвали на военную службу. Он был ординатором в Новокеевском госпитале в дивизионном лазарете. Затем его перевели во Владивосток. И он оказывал помощь раненым русско-императорской армии, делал перевязки, проводил хирургические операции. И во время русско-японской войны получил опыт по военно-полевой медицине, который ему впоследствии пригодился уже во время работы земским врачом в Белоруссии и в дальнейшем в годы Первой мировой войны. После русско-японской войны Евгений Клумов вернулся в Москву. Женился на Галине Андреевой, племяннице писателя Короленко. И мог там продолжить работать. Но неожиданно для знакомых, родных и друзей решил отправиться в сельскую местность. Оказался в Сутково, реческого уезда Минской губернии. Причиной переезда в такое место, по рассказам его родственников, явилось то, что Клумов хотел изучать и найти способ лечения заболеваниями, которые были распространены в сельской местности. Это колтун, воспаление сальных желез на голове, вызванное несоблюдением санитарно-гигиенических норм, вшивостью и другими причинами. Больница в Сутково была рассчитана на 10 коек. Район, который обслуживал Клумов, включал около 30 тысяч человек. Мест больницы не хватало. Даже не было отделения, где можно было проводить хирургические операции. И поэтому Клумов часто оперировал в своем рабочем кабинете, где и вел прием больных. В 1910 году по Российской империи прокатились вспышки холеры, в том числе и по белорусским губерниям. За противодействие эпидемии земский врач Евгений Клумов получил орден Святого Станислава третьей степени. Во врачебном участке, где работал Клумов, также были очаги холеры. И Клумов участвовал в ликвидации холеры, проявил энергичность, эффективные меры в этом деле, в ликвидации холеры. И вот за то, что в его врачебном участке удалось не допустить эпидемии этого заболевания, ему вручили такую награду. То есть отметили его такую деятельность по ликвидации очагов опасных инфекций. В августе 1913 года Клумова перевели в Лоевский врачебный участок. Там были уже другие условия работы. Там уже был большой медицинский персонал. Состоял он из семи врачей, шести акушерок, семи медицинских сестер. Там были и хирургическое, терапевтическое, инфекционное отделение, были лаборатории. И, соответственно, работать в Лоевском врачебном участке было уже Клумову получше. И в период Первой мировой войны, и во время Гражданской войны, Евгений Клумов работал военным хирургом в одном из госпиталей Красного Креста, а затем в полевом госпитале Красной Армии. Дело в том, что он с юности участвовал в студенческих беспорядках. И в целом он сочувствовал очень народу, особенно белорусскому народу. С 1905 года он работал на территории Беларуси, очень любил белорусов и считал, что они достойны лучшей жизни. Ну и вот как раз в Октябрьской революции он видел тот момент, что вот как раз она народу принесет лучшую жизнь. Потому что, как мы помним, революцию вначале называли не социалистической, а рабоче-крестьянская. То есть она совершалась с точки зрения Клумова, да и многих других интеллигентов, которые перешли на сторону большевиков в период революции в пользу народа. Согласно постановлению Совета народных комиссаров от 27 июля 1920 года, врачи были освобождены от мобилизации. Но активно шла советско-польская война, и Клумова призвали как военного хирурга. К этому времени у него был громадный опыт. Минская больница постоянно писала письма, писала заявления о том, чтобы Клумова вернули. И как только война была завершена в 1921 году, Рижским мирным договором Клумова возвращается в Минск. И с того времени, и уже до самого конца, он находится в Минске и работает здесь. Он с 1921 по 1923 год заведовал хирургическим и гинекологическим отделением во второй советской больнице. Это сейчас вторая клиническая больница города Минска. Затем он стал работать в первой советской больнице, возглавлял там гинекологическое отделение, в котором впоследствии в 1934 году будет организована вторая гинекологическая клиника Минского государственного медицинского института. И до начала войны Клумов будет директором этой клиники. И эта клиника как база для подготовки студентов по акушерству и гинекологии. И Клумов занимался подготовкой врачебных кадров. Начался мирный и плодотворный период в карьере Клумова. В 1935 году он получил степень кандидата в медицинских наук. А в 1938-м аттестационной комиссии был удостоен звания профессора. Сохранились воспоминания Анны Пузанской. Это хирург, которая работала с Клумовым в 30-е годы. Анна Пузанская вспоминала о таком случае. В больницу поступил пациент. Врачи приняли решение об ампутации руки. Но Клумов был не согласен. Он стоял на своем. И руку удалось спасти. Она отмечала о том, что с Евгением Владимировичем было приятно проводить операции. Во время операции он не повышал голос, не делал неодобрительных взглядов, если что-то шло не так, как он хотел, как он планировал. После проведения операции он благодарил своих коллег за ассистирование пациента. После операции он сопровождал до больничной койки и тщательно следил, чтобы его с носилок аккуратно положили на койку. И Клумов заботливо относился к каждому своему пациенту. Началась Великая Отечественная война. Клумову было 63 года. Он верил в успех Красной Армии и не спешил эвакуироваться из Минска. В воспоминаниях сестра жены Клумова, Андреева, пишет, что сам Клумов как личность был очень самоотверженным. Он был готов помогать тем, кому он привязался до самого конца. При этом это могли быть как его родственники, так и совершенно чужие ему люди. Соответственно, Андреева пишет в своих воспоминаниях, что Клумов оставался в Минске, несмотря на то, что уже многие сотрудники наркомздрава эвакуировались. И даже из этого народного комиссариата звонили Клумову, говорили, что уже нужно уходить, а он оставался. Из Минска профессор с супругой ушел перед началом оккупации столицы. Они остановились в районе Мариной Горки. Дальше из-за наступления немцев уйти не смогли. Там Клумовы находились до середины лета 1941 года. Врачи гинекологического отделения написали коллективное письмо Клумову, где просили его вернуться в больницу. Он так и сделал. Жил и работал в клинике. Медики оказывали помощь жителям Минска. И не только. Медицинские работники 1-й советской больницы начали помогать бойцам Красной Армии, попавшим в плен гитлерцам, еще до организации какого бы то ни было четко иерархического подполья. В воспоминаниях медработники указывают, что они разными способами помогали пленным красноармейцам, находившимся в 1-й советской больнице. Они, например, искали тех, у кого были силы, те, кто еще мог каким-то образом себя спасти. Помогали им, выдавали новую одежду. Если была такая возможность, искали фальшивые документы, выдавали их, фальсифицировали списки, которые показывали гитлеровцам. И таким образом молодые бойцы Красной Армии уходили из Минска. Врачи их могли проводить на окраину города по руинам Минска. И бойцы Красной Армии уходили в леса в районе Минска и часто присоединились к партизанскому движению. Очень много людей профессор освободил от принудительной работы в Германии по липовым справкам. В документах он указывал несуществующие диагнозы. То есть пациенты на бумаге становились больными и были негодными к работам. Нередко он оказывал медицинскую помощь и подпольщикам, и партизанам. И причем зачастую это было связано с поручениями минского подполья, которые передавали Клумову через других медработников. Клумов имел доступ к документам и способам их получения. Поэтому он получал бланки документов через других подпольщиков, отдавал их своим медработникам, а также тем, опять же, пленным красноармейцам или тем, кто хотел уйти из Минска к партизанам. Немецкие власти были заинтересованы в том, чтобы работала медицинская служба. Необходимо было предотвращать эпидемии. Гитлеровцы постоянно предлагали Клумову перейти на службу в Германию. Предлагали профессорскую кафедру. Именитый медик не соглашался. Был план Клумова вместе с другими профессорами перебросить вначале в партизанский отряд, а потом в Москву перебросить самолетом. Но был такой очень важный момент, что считали, что он нужен именно подпольщикам здесь. У него был подпольный псевдоним «Самарин», то есть он действовал на постоянной основе и так далее. Поэтому немцы, конечно, наблюдали, наверное, за Клумовым, но до какого-то момента они не подозревали, что вот эта такая мощная подпольная организация сложилась именно у них практически под носом. Донесение руководителя разведки группы «Марк» Вологойскому райкому Компартии Беларуси указывалось, что Клумов сумел своими силами снабдить медикаментами и инструментами четыре партизанских формирования и полностью оснастить два партизанских госпиталя. Гитлеровцы начали что-то подозревать и следить за семьей Клумовых. В октябре 1943 года Евгения Владимировича и Галину Николаевну арестовало гестапо. Нацисты отправили Клумовых в концлагерь на улице Широкой. Концентрационный лагерь занимал площадь 60,5 тысяч квадратных метров. Он действовал с 5 июля 1941 по 30 июня 1944 года. Концлагерь был подконтролен СС. Условия содержания были нечеловеческими. Заключенные работали под открытым небом. Им полагалось 200 граммов черствого хлеба и кружка баланды. Это был действительно трудовой лагерь. Здесь выводили на работы на промышленные объекты постоянно. Здесь были свои мастерские, где работали. И, конечно, здесь были довольно жесткие условия содержания, потому что всех немощных, всех детей, стариков часто очень вывозили на уничтожение в Малый Тростенец, когда этот лагерь с 1942 года появился. Поэтому вот этот вот момент был очень важен. Кроме того, в самом лагере была довольно жесткая такая дисциплина. За малейшие нарушения наказывали карцером или вот избивали. Несмотря на то, что Клумовы сами были узниками, Евгений Владимирович умудрялся даже в лагере оказывать медпомощь другим, хотя ему самому необходима была поддержка. Важно также отметить то, что сам Клумов еще до войны заболел сахарным диабетом. И поэтому другие подпольщики помогали ему, передавая специальные продукты, которые нужны были исключительно ему лично. В частности, передавали ему сахарин, печеную картошку и гречневую кашу. С августа 1943 года в лагере начали применять душегубки. В фургон с закрытым кузовом помещали от 100 до 200 человек. Внутрь выводилась труба. Тела заключенных концлагеря по улице Широкой сжигали в Тростенце. С августа 1943 по июнь 1944 года около 20 тысяч человек. Газваген их называли, или как у нас потом их называли, газенваген. И эта труба, она подавала угарный газ, и люди, покуда они доезжали от улицы Широкой до Тростенца, они травились этим угарным газом. Потом их сгружали и просто захоранивали. Немцы цинично считали, что эта смерть более гуманная, чем смерть от пули, например, и так далее. И более дешевая. Вот в этом проявлялся их цинизм. Такой цинизм был у тех немецких палачей, которые устроили на территории Беларуси геноцид. Так погибли Евгений Клумов и его жена. О том, произошло это 10 или 13 февраля 1944 года, до сих пор спорят историки. Через много лет указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Евгению Владимировичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. В 60-е годы, начиная с 64-го, 65-го года, идет такой процесс снова возвращения к этой памяти исторической. И начинают больницы, проспекты в честь героев войны называться и так далее. Вот период с 64-го по 85-й год, это был такой пиковый момент, когда большой интерес был в целом к истории Великой Отечественной войны и в целом к подвигу советских людей в ходе этой войны, в том числе к подвигу Евгения Владимировича Клумова. То, что Клумову присвоили звание Героя СССР так поздно, объясняется отношением к Минскому подполью. Гитлеровцы сделали все, чтобы его очернить. Всечески пытались показать, что подполье было инспирировано службами СД и немецкими спецслужбами. Долгое время к подпольщикам относились настороженно. В 64-м году к власти пришел в Советском Союзе первым секретарем ЦК Компартии Советского Союза стал Леонид Ильич Брежнев. И Брежнев, он очень высоко ценил ветеранов и героев Великой Отечественной войны. С 9 мая 65-го года 9 мая стало праздничным днем, нерабочим днем. И в целом вот как раз начали реабилитировать, ну, попытки реабилитировать подполье шли еще с 50-х годов. Вот, на волне оттепели и так далее. Вот, и Минское подполье было реабилитировано. Евгений Клумов прошел путь от земского сельского врача до профессора. Пережил много войн и потерь. Даже перед страхом смерти не согласился сотрудничать с гитлеровцами. Он до последних своих минут спасал жизни других, заплатив за это своей.